Вторая часть нашей сегодняшней встречи, пока у меня был перерыв, я думал о том, как бы неправильно распределить работу по загрузке продукта. Я пришел к мысли, о чем хотел бы сказать, что очень важно думать и выбирать правильные инструменты и алгоритмы выполнения задач при работе с сайтом. Не надо сразу кидаться на работу, надо посидеть иногда и просто 5 минут посмотреть какие-то страницы, поразмышлять над тем, как было бы правильно построить свою работу. Групповая обработка данных это очень интересная вещь, ее нужно правильно использовать, выбирая алгоритмы обработки. Я думал сначала, что наверное я заполню текст, я возьму тексты, буду их смотреть, я полез в текстовые документы. У меня тут есть ответы на вопросы по патенту, сейчас задаваемые, прям с авторами очень хорошо. Информация есть. Потом у меня есть статьи по реминерализации тексты. Но потом я подумал, что мне лучше всего использовать таблицу, которую я сделал, начиная с базового ухода. Просто подряд ее все просмотреть и потом, если у меня будут какие-то дырки по тексту дальше, просто это повысит информативность работы. Мы сейчас начнем работать, я буду показывать и объяснять, что я делаю. Чтобы не портить вот эту таблицу, мы ее возьмем, скопируем лист, по-моему, тут можно даже перенести в другую. Ладно, значит мы создаем новую таблицу, любую совершенно, и вот туда вставляем лист. Вот, вот этот лист, соответственно, мы удаляем, нам нужен, и отсюда копируем еще дополнительный уход, то есть везде, где есть текст, короче говоря. Вот мы две эти вкладки скопировали, и мы будем с ними уже работать. Вот наша таблица получилась, мы ее сохраним на рабочий стол и работаем в ней. Не бойтесь создавать черновики для работы электронные, это очень полезно, и копировать файлы. Вот я выбрал, где не сохранится, назовем ее таблицу, и таблицу мы закроем, но она мне не понадобится, и, соответственно, начнем работать. Итак, базовый уход. Значит, мы вообще уходим с этой страницы, общих настроек, потому что предварительную работу мы здесь все закончили, дальше мы лезем в продукты. Так, это баннеры, давайте бренды. У нас есть какие-то бренды уже здесь, типики, значит, у меня вот создание, что я не продолжался. У нас еще очень удобно здесь функционал, что у нас ключ страницы делится автоматически, просто исходя из первичного названия страницы. Я обращу на такой момент, что если вы вдруг носите какие-то измены здесь, ни в коем случае не надо менять название ключа, даже если оно неправильное. То есть в английском для транскрипции, потому что все ссылки на эту страницу, так же, как и ее вес и все остальное, ну, то есть, да, ее физический адрес вы практически убили и создали новую страницу. Поэтому у нее адрес должен оставаться неизменный. Вот вы один раз его сделали, и он у вас неизменный. А то, что вы пишете здесь, это уже вы можете менять название страницы. Видите, что бывает, когда не сохраняешься, ничего не меняется. Поэтому надо сохраняться всегда. Ну, вот здесь ошибку я нашел. Ну, поработаем сначала с группами продуктов. Это могут быть у вас группы услуг. Для первого он не понятен. Это само название бренда. Где оно интересно будет отображаться? Понятно. Вот, смотрите, как у нас отображается. У нас есть название бренда, и есть его описание. И они бежат вот так вот в страницу. А не кликабельные? Нет, не кликабельные. Значит, пишем сразу в техническую часть, что бренд, его заголовок. Вот это все должно быть кликабельным. Ну, идем в технический раздел. Важный момент. Вот так у нас копится. Ну, то есть, сейчас я показываю ромашку. Ну, и самое простое, это скопировать страницу. Бренды. Значит, что у нас получается? Картинка. Это вообще самый важный момент в отображении короткой информации о продукте или о группе продуктов. В данном случае это информация о враче или об услуге. Что? Или там новости, страницы и так далее. Картинка. Заголовок. Заголовок. Описание. И кнопка активности. Должны быть ссылками. Это очень важный момент, потому что люди разные. Кто-то кликает. Вот у нас является ссылкой и название, можно по названию кликнуть, и картинка, и описание, и цена, и кнопка. Мы просто все вот это сделали в поле ссылки. И куда бы ни попал, да, как бы ни думал пользователь сайта, он всегда попадет на то, что выбирает. Это удобно. Вот о чем мы пишем сейчас. Заголовки и кнопка активности, все должно быть ссылками. Ездим обратно в страйк. Значит, тут мы не должны написать, наверное, название компании, раз оно короткое, и страну-производитель. TP. Швеция. Родительская категория какая? Ну, не какая, потому что для страниц второго уровня. У нас здесь есть такой интересный функционал, мы можем уже на любой странице, вот я сейчас открою, но вот так уже, покажу, чтобы там не портит. У нас здесь на сайте есть возможность создавать подстраницы в любом разделе. Щетки, лошки, слосы. Индикаторы налета. Ирины. В описании бренда для SEO. Внизу под товары. Публикс этого нет, поэтому мы открываем текст. Значит, любой файл, который вы редактируете, я рекомендую метить. Вот у меня есть базовая информация в разделе. Лекция про надопродуктивную компанию. Прекрасно. Вот у нас есть такой текст, и мы его сразу же просто выделяем зелененьким цветом, что я его использовал. И потом, когда у вас с файла все будет зелено, вы его будете просто метить. Это, скажем, нет путаницы. Понятно, какая информация перенесена в сайт. Смотрите, я тоже рекомендую. Вот, поэтому я тоже. Текст после добавления нужно очистить формат. И проверить сразу на правильную, что потом в 10 раз не лазит на эту страницу. Компания TP отправлена уже в свое пятидесятилетие в 2015 году. Затем мы текст сразу распространяем по страницам. Основанно в Швеции, когда пишется, по идее, вот так. Прекрасно. Проверяем, что у нас всегда проверяйте после текста, что у вас нету здесь пустых параграфов. Если текст какой-то набили, а у вас может быть вот так. И у вас будет большой, вот видите, два параграфа в целом. У вас будет отступ после текста на странице. Чтобы этого не было, рекомендую проверять. Вот, мы сразу текст проверили, картинку выбрали. Сохранили. Смотрим, что у нас происходит. Ну, хорошо. Интересно, а большой или длинный поле, или оно будет две строчки укладывать. Мы проверить сможем одним простым способом. Сюда текст еще добавить. И сохранить. Нет, видите, вот как он пишет. Я считаю, что верстка брендов должна быть следующей. Нам нужно в ширину два блока. Видите, как интересно, может меняться конструкция по ходу пьесы сайта. Мне кажется, тут много не напишешь. Я добавил бы сюда еще написание меню и вводный текст какой-то будет. Вот какой-то текст. Общий, вводный для всех брендов. А потом будет возможность выбирать просто бренд. Вот в TP там должны быть еще подгруппы. Что мы пишем тогда в техническую часть? На странице бренда. Бренды парни строчку. Описание столбик. Видите, как интересно, да? Мы определили за то, что по одному бренду влезает в эту ширину. Идем дальше. Кин. Здесь мы штуку не меняем, как я уже сказал. Это название. Продолжение следует... Продолжение следует...